Понятное дело, что белые все понимают. Я уже... Победил! Победил! Сбор на Узбекистану становится олимпийским чемпионом по шахматам! Это невероятно! Это просто фантастика! Узбекистан впервые в своей истории победил на шахматной олимпиаде. И до начала турнира в это невозможно было поверить. Это невозможно было представить. Никто не ожидал такого успеха. Но этот успех не случайен. И у него есть своя предыстория. Начнем с нее. Помним, что Узбекистан уже побеждал на шахматной олимпиаде среди юниоров. Это была Турция в 2018 год. Кроме того, когда началась пандемия, шахматисты долгое время не играли. И когда вновь в классические шахматы заиграли, наши ребята начали себя хорошо проявлять и на других турнирах. Например, в 2021 году на Кубке мира Узбекистан уже были свои определенные успехи. Хорошо выступили и на Дербек Абдусаторов, и Жабахир Синдаров. Наверное, один из самых громких успехов последнего времени, это когда на Дербек Абдусаторов стал чемпионом мира по Рапиду. Были и другие турниры, локальные и международные, в которых узбекские шахматисты себя хорошо проявляли. И, конечно, говоря все это, мы все равно понимаем, что так просто победить на Олимпиаде невозможно, учитывая, сколько команд приняло участие. А приняло участие 187 команд, и Узбекистан был всего лишь 14-м сеянным на турнире по рейтингу, и, соответственно, как минимум не входил в число фаворитов. И давайте немного поговорим о том, что вообще произошло на Олимпиаде. Приняло участие 187 команд, и Узбекистан при всем этом не проиграл ни одной партии за 11 туров, всего 8 побед и 3 ничьи. Мы победили сборную Армению, невероятно спаслись против молодежной сборной Индии, устояли против основной сборной Индии, не проиграли Соединенным Штатам, которые считались фаворитом турнира и могли даже их победить. И это, конечно, колоссальный результат. Что сказать о наших игроках? Надербек Абдусаторов, лидер сборной Узбекистана, показал себя не просто лидером, но игроком, который совершает невозможные вещи, фантастическим образом спас матч против молодежной сборной Индии, потому что если не этот матч, то Узбекистан бы уже точно не претендовал на победу и просто на волевых усилиях победил тогда неостановимого Гукеша, и это, конечно, было просто что-то невероятное. В итоге он набрал 8,5 очков из 11. Кроме этого, он взял серебряную миндаль в индивидуальном зачете среди первых досок. И кроме победы над Гукешем, у него есть впечатляющая победа над Фабиано Куруаной, лидера сборной США. И это, конечно, о многом говорит. Но, конечно, Надербек Абдусаторов играл не один. Надербек Якубоев набрал 8 очков из 10. Лично принес победу над сборной Германии. Выдающийся тоже результат. Ни одного поражения. Ну и возвращаясь к Надербеку Абдусаторову, у него всего одно поражение против Пентала Харикришны. Обо всех партиях мы поговорим чуть далее. Жавахир Синдаров набрал 6,5 очков из 10 на третьей доске. Привнес необходимую плотность команде. Принес победный гол против сборной Армении. Хоть и уступил в ключевых тречах США и Индии 2, но, тем не менее, Жахангир отлично выступил. Наверное, герой этого турнира Жахангир Вахидов. У него 6,5 очков из 8 и победный гол против сборной Нидерландов. Победа над которой обеспечила в итоге победу на всей Олимпиаде. И вроде бы Шамсидин Вахидов сыграл всего несколько партий. Набрал 3,5 очка из 4. Но он придал стартовое ускорение. Спас встречу 6 тура с Индией. Это тоже большого стоит. И на самом деле всего за 11 туров ребята проиграли всего 3 партий. В итоге получилась невероятная, но заслуженная победа. Потому что должны были совпать многие факторы. Игроки на 4 досках играли без спада результатов. В отличие от многих других сборных. Их прошли дистанцию от начала до конца, играя только на победу. И это конечно колоссальный успех. Теперь мы можем перейти непосредственно к самим партиям. И поговорить о том вообще как сборная пришла к этому успеху. В первом туре Узбекистан встречался со сборной Непала. И этот матч мы смотреть не будем. Потому что Узбекистан легко одолел Непал. Со счетом 4-0. Во втором туре Узбекистан играл с Фарерскими островами. И покажу небольшую зарисовку против Недербека, который играл черными. Играл Хельги Дамзиско, лидер Фарерских островов. И в этой позиции мы видим, что Недербек играет черными. У него активная позиция. Два мощных слона, которые нацелены на королевский фланг. При этом у соперника есть определенные проблемы с координацией фигур. Кроме этого у Недербека определенное пространство на ферзевом фланге. И здесь он находит блестящий замысел. Играет Ф5. И контратака черных развивается стремительно в этой позиции. После хода Ф5 белым нужно избирать, что делать дальше. Скажем, на ферзи Ф5, что было бы большой ошибкой, последует ферзь H2 шаг. Король Ф2 и ладья Ф8. И здесь немедленно проигрывают белые. Поэтому забирать ферзем нельзя было бы. После хода Ф5, скажем, если сыграть ЕФ, то все равно последует ферзь H2 шаг. Скажем, король Ф2, слон G2, сильный удар. И после хода ферзь G2, слон G3 шаг. Король Ф1, ферзь G2, шаг. Король G2, слон Е1. Опять-таки, Недербек бы здесь легко победил. Но в партии после хода ферзь F5 последовала ферзь H3, конь F4. То есть Недербек и напал на ферзя. И активизирует свои фигуры. Ферзь H4 отошли от боя. Последовала ФЕ и конь Е4. На самом деле белые держались после хода слон Е4. Тогда последовал бы ход конь Д3, скажем. Конь попал в самое сердце. Слон Д3, ЕД и все равно позиция за черных практически выигранная. Но в партии последовала конь Е4. Нашелся сильный удар конь G2. И на самом деле после этого хода фактически белые уже проиграли. Последовала король G2. Слон Е4 шаг. Слон Е4. Ладья Е4 восклицательный знак. Ферзь Е4, Ферзь H2. И белые в этой позиции сдались. Потому что куда бы король не отошел, везде последуют большие неприятности. И таким образом тоже Узбекистан во втором туре разгромил своих соперников. И двигаемся дальше к следующим партиям. В третьем туре Узбекистан играл со сборной Словении. Победив со счетом 3-1. И в этой позиции Жавахир Синдаров играл белыми. В этой позиции мы видим, что у черных есть определенные слабости. В то время как слабости белых пока что не так чувствуются. И здесь Жавахир играет сильнейшим образом. Играет С4. Оставляя черных с разбитым ферзевым флангом. Как бы здесь не сыграли черные, у них начинаются большие проблемы. Скажем, если сыграть С6 и подкрепить пешку на Д5, последует сильный ход ферзь С3. Мы напали на коня. Если конь отступит на Б7, последует просто ТД, СД, ферзь Б4. И грозят страшные неприятности, потому что мы напали на коня. Коню некуда деваться. А если он отступает, то еще и ферзь на Ф8 попадает. Поэтому так играть не следовало бы. Поэтому после хода ферзь С3 пришлось бы играть конь С4, конь С4, ДЦ, ферзь С4. Ну и легко проиграют здесь черные. И перевес легко Жавахир бы реализовал. Поэтому после хода С4 соперник играет конь С4. Конь С4, ДЦ, ферзь С4. Ферзь Е7, чтобы защитить обе пешки, следует А5. Белые фиксируют ферзевый фланг. Оставляют слабость на А6. Ферзь Д7 играют черные с идеей где-то, может быть, надавить на пешку Д4. Король Х1, профилактика от шахов и разменов. Король Х8. Ладья Б1. Грозит ход Ладья Б7. Поэтому здесь играет соперник С6. Ну, здесь не выручал ход и Ладья Д8 на самом деле. Потому что после хода Ферзь А6, Ферзь Д4, Ферзь С6. Здесь позиция близка к выигранной у белых. Потому что есть проходная пешка, которая вот-вот пройдет дальше. Поэтому после хода Ладья Б1 играет соперник С6. Следует Ладья Б6 с нападением на обе пешки. Ладья Д8 напали на пешку Д4. Ладья А6. Ферзь Д4. Ферзь Д4. Ладья Д4. Ладья С6. Сейчас у Синдарова есть проходная пешка. С ней нужно считаться. Ладья А4 напали на пешку. А6. Король Ж8. Ладья Е6. У Синдарова две лишние пешки. Ну и конечно эта позиция легко выигрывается. После хода Ладья А5, Ладья Б6. Черные сдались. Потому что просто здесь нечего делать. Потому что скажем на ход Ладья Е5 последует Ладья Б8. Шах. Король А7 и А7. И пешка неостановима. И белые побеждают. В этой партии Жвахир Синдаров красиво победил Юрия Баришека. Опытного гроссмейстера из Словении. А мы двигаемся дальше к следующему туру. Первое серьезное испытание ждало Узбекистана в четвертом туре. Когда Узбекистан встречался с рейтинг-фаворитом турнира со сборной США. И на самом деле Узбекистан мог даже победить сборную США. Но обо всем по порядку. На самом деле Уэсли Со, один из лидеров сборной США, он вывел сборную вперед, победив Жвахира Синдарова. В этой позиции мы видим, что у белых лишняя пешка. Они отразили все угрозы черных. И после хода Геде, который сделал Жвахир, тут на самом деле у него начались определенные проблемы. Потому что мы видим, что пешечная структура оставляет желать лучшего. И несмотря на то, что слабость есть и у белых, угрозы белых сейчас гораздо-гораздо сильнее. Следует ход ладья ФБ8, надавливая на пешку Б3. Конь Б5 и перекрытие. И конь занимает более активную позицию. Следует Верс Д1, ладья ФД1. Попытался Жвахир перейти в Эншпиль, но это не помогло. Сделал ход Д6, слон Б2. Слон перешел на более активную диагональ. Ладья Б7. Слон Ф6. Восклицательный знак делает Уэсли. Конь защищал пешку на Д5. Теперь пешка незащитима. Слон Ф6, конь Д5. Напали на слона. Слон Ж7. Ладья Д3. Теперь белые атакуют пешку на Д6. И скорее всего просто позиция вся рассыпается. Ладья Б8. Ж4. Отличная идея со стороны Уэсли. Он грозит ходом Ж5, запирая королевский фланг. С4. Ход отчаянный. Но после хода ладья С4. Конь С5. Надавливая на пешку где-то может быть Б3. Ладья Д1. Конь Б3. Конь Д6. Ладья А7. Так как висела ладья. Конь С8. Здесь Жавахир Синдаров сдается. Потому что подавляющая позиция у белых. И делать здесь особо нечего. Таким образом сборная США выходит вперед. И нужно было отыгрываться. И на самом деле сборная Узбекистана отыгралась. В блестящем стиле. На дробе Кабдусаторов победил Фабиано Коруану. Эту партию мы рассмотрим от начала до конца. Итак, на доске Д4, Д5. И Фабиано Коруана играет в слон Ф4. Лондонскую систему. Которую прежде он в общем-то и не применял. Следует стандартное развитие. Конь Ф6. Е3. Белые освобождают дорогу своему слону. И где-то прицеливаются к ходу С4. Следует С5 немедленно со стороны надербека. Атакуя центр. Конь Ф3. Конь С6. Пока что обе стороны развиваются. Конь БД2. СД. ЕД. Слон Ф5. Выводит слона. Получаем, конечно, определенную симметрию. Слон Б5. Связали коня. Персть Б6. Напали на слона. И висит пешка на Б2. С4. Такой экстравагантный ход. Следует ДС и А4. Идея хода С4 была в том, чтобы открыть дорогу и ферзю. При этом защитить слона. И следующим ходом съесть пешку на С4 конем. С темпом нападая на ферзя. Следует ход слон Д3. Надербек. Удерживает пока что пешку номинально на С4. Конь Е5. Играют белые. Нападая таким образом на коня. Где-то централизуя свои фигуры. Следует хладнокровный ход Е6. И здесь каруана делает первую ошибку. Играет ферзь Ф3. И было видно, что каруана прежде не применял лондонскую систему. И пока что не очень хорошо ориентируется в этих позициях. Сильнее было вместо хода ферзь Ф3 играть. Конь ДС4. Тогда последовал бы слон Б4 шаг. Слон Д2. Слон С4. Конь С4. Слон Д2 шаг. Ферзь Д2. И здесь была бы примерно равная игра с обоюдными шансами. Но видимо каруана не хотел идти в эти упрощения. В эти осложнения. Сыграл ферзь Ф3. Тем самым намереваясь следующим ходом отыграть свою пешку. Надербек играет ладья С8. Ставя ладью на полуоткрытую линию. Следует конь Д3. СД. Ферзь Д3. Пока что материальная равенство на доске. А6. Проясняя ситуацию со слоном. Следует конь С4. Промежуточный ход. Напален на ферзя. Слон Б4 шаг. Слон Д2. Слон Д2. Ферзь Д2. Висит ферзь. Поэтому ферзь С7. Следует слон С6. Ферзь С6. Ну и здесь мы видим, что у черных долгосрочный перевес в связи с изолированной пешкой по вертикали Д. Конь Е3 играет Побиано Каруано. Потому что нужно было защитить пешку на Ж2. Следует рокировка. Рокировка. Конь Е4. У черных прекрасная позиция. Они централизовали своего коня. Напали на ферзя. Ферзь Б4. Ладья ФД8. Все стоит по центру. И долгосрочная идея черных состоит в том, чтобы атаковать пешку на Д4. Следует ход А5. Пытаются белые зафиксировать ферзевый фланг черных, чтобы не было никаких в будущем ходов. Б5 скажем. Конь Д6. Перестройка коня на Б5, чтобы надавить на пешку Д4. Следует ладья ФД1. Конь Б5. И здесь Каруано применяет интересную идею с ходом Д5. Так как он понял, что пешка слабая. Он хотел ее сбросить. И чтобы играть без слабости. Следует ход Д5. ЕД. Конь Ф5. Грозит ход. Конь Е7. С большими проблемами. Поэтому ферзь С5. Восклицательный знак. Беря под контроль поле Е7. И при этом предлагая размен ферзей. Следует ход. Ферзь Х4. На ферзь С5. Ладья С5. У черных был бы перевес. Поэтому ферзь Х4. Ф6. Играет на дербек. Это защита от хода конь Е7. И от хода ферзь Ж5. Ферзь Ж4. Нападая на мат в один ход. Ж6. Играет на дербек. Конь Д4. Конь Д4. Ладья Д4. Король Ф7. Пока что перед черными не стоит больших проблем. У них номинально лишняя пешка. Хоть и пешка на Д5 слабая. Возможно она скоро упадет. Но тем не менее. Здесь черные мало чем рискуют. Х4. Играет Фабиано Каруано. Цидей Х5. И атаковать короля черных. Ферзь Б5 играет на дербек. Хотя сильнейший ход был. Это ладья Ц7. Во-первых. Взяли под контроль весь седьмой ряд. Ну и просто хотим сдвоить лади по линии Е или по линии Д. Х5. Допустим сыграл бы Каруано. Ладья Е7. АЖ. АЖ. И черные сохраняют инициативу в тяжелофигурном эншпиле. Но после хода Х4 было сыграно Ферзь Б5. Напали на пешку Б2. Ладья Е1. Здесь нельзя было бы забирать пешку на А5. Потому что после хода Ферзь Е6 шах. Черные быстро бы проиграли партию. Поэтому после хода Ладья Е1 играется Ладья Е8. Ладья Е1. Висит пешка на Д5. Ладья Е4. Теперь нельзя забирать пешку. Потому что висит Ферзь. Следует Ладья Е4. ДС. Здесь уже белые добились равенства. Пока что позиция неясная. Но Каруано играет АЖ5. И это сомнительная жертва пешки. Все портит. Сильнее было сыграть Ферзь Д4. Тогда последовал бы, скажем, ход Ладья Е7. Ферзь Д8. Ну и здесь есть достаточная контр-игра за пешку. Потому что Ферзь попал на 8-й ряд. И везде, конечно, будут определенные неприятности у черных. Поэтому здесь белые бы держались. Но после хода АЖ5, на самом деле, здесь уже не все так просто. ЖАЖ играет. Но Дербек принципиально забирает пешку. Ферзь Ф4. Король Ж6. Пока что все крепко и надежно защищено. Король вроде бы более уязвим, чем король белых. Но на самом деле найти здесь какую-то контр-игру не так было бы просто. Ферзь Т7 играет Каруано. На самом деле сильнее было сыграть Ферзь Ж3. Допустим, Король Ф7. Ферзь Ф4. Это была лучшая защита. Но не играет так Каруано. Играет Ферзь Т7. Попадает в 7-й ряд. Где-то, может быть, его идея попасть и ладьей тоже. И начать атаковать короля черных. Следует Ладье Е4. Ферзь С8. Ладье Е8. Нападая на Ферзя. Ферзь С7. Ладье Е4. Немного повторили ходы. Белые не возражали против ничьей. Но Надербек понимал, что Жавахир уже проиграл партию. И нужно было отыгрываться. Поэтому продолжает играть Надербек. Играет Ферзь Б4. Хотя сильнее, наверное, было сыграть Ладья Е7. Скажем, Ферзь Ж8. Шах. Ладья Ж7. Это сохраняло перевес. Но после хода Ферзь Б4 не все так просто. Король Х2 играет здесь Каруано. Тоже ошибка. Белые не замечают, что могли создать контр-игру. После хода Ферзь Ж8. Шах. Король Х6. Ферзь Х8. Нападая на Ф6. Скажем, Ладья Е4. Защищая пешку. Ладья Д4. Восклицательный знак. И, видимо, Корона не заметила этот ресурс. Теперь нельзя забирать, конечно, Ладью. Потому что висит на Ф6. Поэтому последовал был, скажем, Шах на Е1. Король Х2. Ферзь Е5. Ферзь Е8. Шах. Король Ж6. Ферзь Ж8. Ну и просто здесь белые спасаются, форсируя ничью. Но после хода Король Х2 следует ход Ферзь Е7. Черный консолидируется. Ж3. Х4. Таким образом, вскрывая позицию белого короля. Ферзь Ж8. Шах. Король Х6. И теперь у белых уже нет контр-игры. Король Ж2 играет Каруано. Наверное, сильнее всего здесь было сыграть Ферзь Е8. Но это был компьютерный ход. Недерберг сыграл более человеческий. Сыграл Ф5. Продолжая атаку на белого короля. Ферзь С8. Нападая на пешку Ф5. Аж. И здесь было важно сделать промежуточный ход. Ладья Д7. Напасть на Ферзя. Допустим, Ферзь Е8. Ферзь Б7. Создавая контр-игру на черного короля. Скажем, Ферзь Ж6 защитились. Ферзь С7. Восклицательный знак. Например, ЖФ. Шах. Король Ф2. И хотя позиция выглядит опасно для обоих противников. Белые получают контр-игру против слабого черного короля. Но тем не менее, это не было сыграно в партии. После хода АЖ последовал ход Ферзь Ф5. Коруана просто съел пешку. Что было вполне по-человечески сделать. Ладья А4. Но пока что наша идея просто пойти Ладья А2 шах и победить в партии. Поэтому Король Ж3. Ладья А5. Напали на Ферзя. Ферзь А4 шах. Ферзь Ж5. Форсируя размен Ферзей. Но пока что уклоняется от размена. Коруана. Следует Ферзь Ж4. Король Ж4. Ладья Ж5 шах. Король А4. Ладья А5. Ну и здесь мы видим, что у черных уже ясный перевес. Две лишние пешки. И скорее всего спасения здесь уже не будет. Ладья Д6 шах. Король А5. Ладья Д7. Нападая на пешку. АЖ7 и Б7. Следует Ладья Б5. Защитились. Ладья А7 шах. Король Ж6. Ладья Ц7. Ладья Б2. Ну и позиция просто переходит в техническую стадию. Потому что все-таки три пешки на Ферзь Зевом фланге проходные. Связанные. Здесь конечно не спастись. На ход Ладья Ц4 последовал бы ход Ладья Ф2. И уже Белый сразу проигрывает. Поэтому играет пока что Корона. Король Е5. Следует Б5. Ладья Ц6 шах. Король А5. На взятие на А6 последовал бы Ц3. И Белый проигрывают. Поэтому Корона пытается создать свою контр-игру ходом Ф4. Следует А5. Ф5. А4. Ладья Ц8. А3. Ладья А8 шах. Король Ж5. Ладья А8 шах. Король А6. Ф6. Ладья Ф2. И здесь сдается Фабиана Каруана. Потому что делать нечего. Пешки проходят на любой ход. Скажем Ладья А8. Б4. И черные пешки спокойно проходят Ферзи. Ну а на Король Е6. Все равно Б4. Например. Ф7 и А2. И все равно здесь пешки проходят. Черные получают Ферзя. И выигрывают в партию. И таким образом счет сравнялся. И сборная Узбекистана не проигрывает сборной США. Хотя на самом деле. Ключевая партия. Скорее всего была между. Жахангиром Вахидовым и Сэмом Шенкландом. Это партия которая могла вывести сборную Узбекистана вперед. И в этой позиции мы видим что Жахангир добился определенного перевеса в дебюте. У черных много слабостей. И черным нужно играть достаточно точно чтобы защитить эту позицию. Шенкланд играет Ферзь Д6. Но здесь на ладья Ж2 последовал бы ход. Ладья С1 шах. Король Д7. Ну и просто здесь проигрывают черные. Потому что следует Д5. Напали на Ферзя. Скажем Ферзь Е5. Предлагаю размин Ферзей. Но после хода Ферзя 4. Король Е7. Ладья Ж1. Здесь черные быстро проигрывают партию. Поэтому Ферзь Д6 сыграно. Ферзь Ф5 шах. Король Б8. Ж3. Защитили пешку. Таким образом. Х6 пока что играют черные. Таким образом тоже защищаясь. Ладья Ашф1. Нападая на слабости. Скажем ладья Ж6 А3. Форточка для короля. Ферзь Д5. Предлагаю разменять Ферзей. Ферзь Ф4 шах. Ферзь Д6. Опять таки. Шенкланду наверное было бы хорошо сейчас перейти в Эншпиль. Ладья ДЕ1. Перзь Ф4. Ладья Ф4. У белых есть центральная проходная. И разбитая пешечная структура у черных. И это значит то, что черным будет крайне сложно играть это окончание. Следует Король С7. Король Б1. Король Д6. Король С2. Обе стороны подтягивают короля поближе к центру. Х5. Король Д3. Ладья Х8. Ладья ЕЕ4. С идеей взять под контроль пока что всю четвертую горизонталь. Х6. Ладья Ф5. Напали на пешку. Ладья Х6. Ладья ЕФ4. Король Е6. Король С4. Позиция черных опасно близка к поражению. Потому что активные фигуры у белых. Много слабости у черных. Активный король у белых тем не менее опять таки. Следует Б6. Ладья Д5. Ладья Ж4. Пока что кое-какие маневрирования. Ладья Ф2. Уклоняясь от размена. Ладья Е4. Ладья Д8. Заходя с другой стороны. Король Е7 нападая на ладью. Ладья Б8 напали на пешку. Б5 шах. Король Д5. Белые здесь выигрывают. Их король грозного расположен в центре доски. Ладья Е6. Ладья Ц2. Ф5. Ладья Ц7 шах. Король Ф6. Здесь после хода король Ц5. Продвижение пешки Д приносит черным одни только неприятности. Но последовал ход ладья Ф8. Ход понятный. Надавили на пешку Ф7. Следует ладья АЖ7. После хода ладья Е7 последовала бы ладья Ц6. Скажем, король Ж7, ладья А6, король А6, король Ц6. И черным снова трудно, потому что пешка просто идет вперед. Поэтому ладья АЖ7, ладья Ц6. Если здесь сыграть король Е7, то последует ладья Ф7. Сильный ход. Король Ф7, ладья Е6. И просто побеждают здесь белые. Поэтому после хода ладья Ц6, король Ц6, А4 создают свою контр-игру. Черный на королевском фланге. Д5, пешка пошла. АЖ, АЖ, ладья АЖ2. Ну, здесь уже на самом деле позиция практически выиграна у белых. Д6, ладья Ц2, шах, король Д7, ладья Б2. Здесь выигрывал ход, по сути, ладья А8. Скажем, А5, король Ц7, ладья Ц2, шах, король Д8. Просто пешка идет вперед и полный порядок. Но после хода ладья Б2, король Д8 сразу сыграл. В общем-то, это мало что меняет. А5, Д7, пешка уже вот-вот готова превратиться. Ладья Ц2, не давая пока что королю отойти и превратить пешку, следует ход ладья АЖ8, Б4. И в этой позиции Жахангир Вахидов делает ход А4. И это зевок дня. Выигрывала партию ход АБ, скажем, А4. А4, ладья А6, шах, король Ж7, ладья А6. И это простой выигрыш для белых, потому что пешка в любом случае никуда не пройдет. И пешка белых превращается в ферзя, и партия на этом выиграна. Но после хода А4 уступает выигрыш, который позволил бы победить сборную США. Следует Б3, ладья А6, шах, король Ж7, ладья Б6. Здесь вроде похоже на то, но после хода Б2 белая ладья не может покинуть поле Б6, а белый король поле Д8 так, чтобы помочь при движении у пешки. Следует ладья Б5, король Ж6, король Е7, ладья Е2, шах, король Д6, ладья Д2, шах, король С6. То есть сейчас в данный момент просто черные не дают провести пешку. Ладья Д2, король С7. И получилась такая вот ничья обидная. Но в итоге против сборной США устояли. Наверное, даже с позиции силы. Но Дербек Абдусаторов блестяще победил Фабиана Каруану. И, конечно, наверное, это была партия дня. А мы двигаемся к пятому туру. В пятом туре Узбекистан разгромил Словакию со счетом 4-0, поэтому эти партии мы смотреть не будем. Ну а вот в шестом туре второе большое испытание прошла сборная Узбекистана, потому что встречалась с основной сборной Индии. И Надербек Абдусаторов за весь турнир проиграл одну партию. И это как раз была партия против Пентелы Харикришны, лидера сборной Индии, опытного турнирного бойца. В этой позиции Надербек разыграл итальянскую партию. Немного ошибся в дебюте. И Харикришна, играя черными, немедленно начинает атаковать позицию белых. После хода КНЖ6 Надербек играет Д4, прорываясь в центре. КНЖ5 с идеей, либо поставить с коня на Ф4, либо съесть слона на Ж3. Следует ДЕ, КНЖ3, АЖ, ДЕ. Ладья АД1, рентген под ферзя. Ну и ставим просто ладью по центру. Ж4, ничего не боится. Харикришна атакует. Конях белых, КНЖ2, ферзь Ж5. Черные накапливают силы на королевском фланге и готовят атаку. Ладья ФЕ1, КГ7, Ладья Е2. Пока что вроде бы у белых все защищено, но играть опасно такую позицию. Следует ход Х5. Черные грозно надвигаются на королевском фланге. КНДФ1, АЖ4. Черные ничего не боятся, идут вперед. Наверное, здесь сильнее было бы сыграть Ладья Е2. Скажем, слон Б6 с идеей подготовить Ф5. Скажем, после хода Ж, КНЖ4, КНЖ3. Ф5, да, инициатива у черных, но белые здесь держались. Но в парте после хода А4 последовал ход Ладья Д3. Вроде ход вполне логичный и понятен. Хотел активизировать на дербе Кладью. Последовало АЖ, Ладья Ж3. КНФ4. Позиция очень грозна у черных. Слон на А7 очень мощный. И, конечно, здесь большие проблемы сейчас у белых. Следует КНЖ4. Слон Ж4. Ну, КНЕ2 было бы объективно плохо, потому что после хода СЛНЕ2 грозит отскок коня. И здесь уже проигрывают черные, поэтому СЛНЖ4. КНЕ3. И здесь, конечно, позиция быстро рассыпается у Надербека. Следует СЛНЕ3. Ладья Е3. КНЖ6. СЛНЕ2. Ну, Надербек пытается найти свою контр-игру. Пытается воспользоваться связкой по линии Ж. Но следует хладнокровный ход СЛНЕ6. Ответное нападение на ФЕРЗЯ. Ну, и при этом мы видим, что Надербек уже играет без фигуры. ФЕРЗЬ Б5. ФЕРЗЬ Ф4. Ну, и просто партия переходит в техническое русло. Ладья А8. ФЕРЗЬ Ц7. Ладья А6. СЛНЕ3. Ладья Ц8. Нападен на ФЕРЗЯ. ФЕРЗЬ А5. Ладья Ц8. Грозят большие проблемы, поэтому КНФ1. Ладья А1. ШАХ. КНЕ2. СЛНЕ4. ШАХ. Король Д2. После хода Ладья А1. Надербек сдался. И после пяти побед подряд на турнире он проигрывает шестую партию Пентали Хари Кришны. Сборная Индии выходит вперед. Но матч шестого тура спасает Шамсидин Вахидов, который не так много играл на турнире. Но тем не менее внес большой вклад. То, чтобы устоять против сборной Индии и получить важное очко. В этой позиции Шамсидин Вахидов играет черными. Кришна Саши Киран играет белыми. И на доске мы видим, что у белых есть номинально проходная пешка. При этом у черных хорошая структура. Активные вроде бы тоже фигуры. И здесь Шамсидин развивает эффектную атаку на королевском фланге. Ф5. Следует ЕФ. Ладья Ф5. А4. Начинают двигать пешку вперед белые. ФЕРЗЯ Ф6. А5. Е4. Ничего не боится. Идет вперед. Атакован ферзь. Ферзь А6. Е3. Пешки уже далеко идут вперед. И нужно с ними считаться. Ферзь С8. Шах. Король А7. А6. Белая пешка тоже опасна. Но Шамсидин продолжает атаку. В данный момент уже слабый пункт на Ж2. Ладья Ж1. Крепко все. Белые, казалось бы, защитили. Следует ход Е2. И уже ферзь вот-вот превратится. Если здесь сыграть слон Е1. Последует ход Ладья Ф1. Восклицательный знак. Скажем, ферзь Ж4. Слон Д7. И просто здесь черные уже побеждают в партии. Поэтому в партии последовал ход Ладья Е1. Следует ход Ладья Е3. С идеей напасть на Ладью Ж3. Если сейчас съесть Ладью, то последует Ладья Ж2. Шах. Король А1. Ферзь Ф1. Ну и здесь просто следует мат. Поэтому после хода Ладья Е3 вынужден играть Ладья Ж4. Кришнан. Следует Слон Ж2. Восклицательный знак. Ладья Ж2. Ферзь Ф4. Король А1. Ладья Ж2. Король Ж2. Ладья Ж3. И здесь в этой позиции белые сдались. Потому что после хода Король А2. Ферзь Ф2. Король А1. Ферзь Ж2. Черные просто ставят мат. Таким образом Шамсидин Вахидов спас сборную Узбекистана. И таким образом Узбекистан движется дальше. Без единого поражения. В седьмом туре сборная Узбекистана разгромила сборную Перу. Со счетом 4-0. И небольшая зарисовка. Как играл Надербек Якубой против Кристиана Круса. В этой позиции у белых активный подвижный центр. Конь против Слона. Слон довольно активный тоже у черных. Своя контр-игра есть. Здесь помогало сохранить равновесие за черных ход Ладья Д5. Тогда последовал бы, скажем, ход Е6. Нельзя забирать теперь пешку. Потому что последует взятие с шахом и с большими неприятностями. Скажем, Ферзь Е7, восклицательный знак. Допустим, Е7, Ладья Е8. Пример Конь Ф3. Ферзь Ф6. Пешка остановлена. Позиция примерно равна с обоюдными шансами. Но не нашел этого соперник в партии. Сыграл Ферзь Х5. Последовал Ладья Д2. Отошли от всех потенциальных рентгенов неприятных. Ферзь Е4. Напали номинально на Ж2. Но на Ж2 все хорошо пока что защищено. Х3. Проясняем, что будет делать Ферзь. Ферзь Д7. И это была роковая ошибка. Потому что после хода Ф5 начинается разгром черных. На взятие пешки последует шаг. И там сразу проигрывают фактически черные. Поэтому следует вход Ферзь Е8. С идеей где-то пойти на Ф8. Потому что грозит ход Ф6 и Ферзь Х6. Ф6. Далее мы хотим Е6 играть. Король Х8. Ну, черным здесь уже нечего посоветовать. Е6 восклицательный знак. ФЕ. Конь Е6. Ладья Д2. Ферзь Д2. Ну и здесь сложно что-то посоветовать черным. Компьютер предлагал ход Король Ж8. Тогда следует ход Конь Ж5. Скажем, Ферзь С6. Нападая таким образом на Ж2. Ф7 шаг. Король Ф8. Конь Аш7 шаг. Король Ф7. Ферзь Ф4. Ну и просто позиция здесь. Черных рассыпается. Король Ж8. Конь Ф6 шаг. Король Ж7. Ладья Е7 шаг. Король Ф8. Конь Д5. Ну и здесь просто конец все равно у черных. Мало что спасало. Точнее, вообще ничего не спасало. Ферзь Ф7 сыграно в партии. Следует ход Конь Д8. Такое изящное перекрытие. Теперь как бы ни сыграли черные, они проигрывают партию. На ход Ферзь Ф6 последовал бы ход Ладья Е8. Король Ж7. Конь Е6 шаг. Король Ф7. Ферзь Д7. Ферзь Д7. Ферзь Д7 мат. Ну а на ход любой другой, просто последовал бы мат в один ход. И на этом черные проигрывают. Проходят в сборную Перу с разгромным счетом. И мы двигаемся дальше. В восьмом туре попался сильный соперник. Сборная Узбекистана играла со сборной Германии. Сборная Германия соперник, которым нужно считаться. Сильные игроки. Уже довольно известные, которые проявили себя. И в этой позиции Надрбек Якубоев принес победу сборной Узбекистана. Победил Матису Аблюбаума. Шахматиста номер 2 в Германии. И разыграл русскую партию. И разыграл в блестящем стиле. Подготовка сработала. В этой позиции мы видим, что у белых активный конь на Ф5. И сильнейшее продолжение по компьютеру было ход Ж4. И он его сделал в партии. И этот ход, который провоцирует ход Ж6. На самом деле черным нужно было играть, скажем, слонов 4. Например, ладья А1, Б6. Слон Х4 напали на ферзя. Слон Ж5. И позиция примерно равна с обоюдными шансами. Компьютер просто вообще предлагал повторение ходов. Но подкупается на ловушку Матису Аблюбаум. Играет Ж6. Провокация сработала. Слон Х4 напали на ферзя. Ферзь Х8 вынужден отступать. Конь Д6. Конь попал в самое сердце. Поэтому терпеть его, конечно, нехорошо. Слон Д6, СД. Ж5 нападая на слона. Слон Ж3. Ферзь Ф6 нападая на пешку где-то Ф3. Скажем, король Ж2. Профилактика. Пока что все крепко и надежно защитили. Конь Б6. Б3. Чтобы не было никаких прыжков. Конем следует А5. Черный пытается создать свою контр-игру на ферзьевом фланге. Следует ход ладья Ц2. Хотим и защитить. И где-то сдвоится по линии Е. Конь Д7. Ладья ЦЕ2. Грозит взятие просто на Е8. Поэтому играет черный ладья Е6. Ферзь Д3 шах. Король Ж7. Ладья Е6. ФЕ. Ферзь Е3. Хронические слабости сейчас есть у черных. Ладья Е8 защищает пешку. Ф4. Подрывая весь королевский фланг. Ж. Слон Ф4. Активная позиция у белых очень. Висит и здесь. Висит и на А6. Ферзь Ж6. Другого нечего посоветовать. Висит пешка на Ж4. Х3. Х5. Пока что просто грозит взятие. Слон Е5 шах. Если побить коня, то все плохо. Ферзь Е5. Король Х7. Д7. Например, ладья Д8. Ферзь Т7. Здесь белые побеждают. Ферзь Ф6 здесь мало чем помогал. Ферзь Х5 просто забираем. И две проходные пешки. И здесь уже не спастись, конечно. Поэтому после хода слон Е5 шах. Король Х7 сыграно. Ж5. Король Ж8. Слон Ж3. Король Х7. На самом деле уже черные не знают, что делать. Они просто стоят на месте. После хода Х4. Король Ж8. Ферзь Е2. Белые потихоньку усиливают позицию. Король Ж7. Король Х2. Король Ж8. Ферзь Д2. То есть идея сейчас активизировать ладью. Б4. Не дает контргре на ферзьевом фланге. Б5. Ферзь Е2. Теперь у нас есть конкретная идея. Надо съесть пешку на Е6. Ладья Е8. Слон Е5. Король Х7. Слон Ф6. Слон приходит куда нужно. Ферзь Ф7. Слон Е7. Ну, конструкция, конечно, такая, что черным уже мало, что можно здесь посоветовать. Ферзь Ф4 шах. Король Х3. Король Ж8. Ладья Е6 съели пешку. Конь Ф8. Напали на ладью. Но другого уже ничего не остается. Ладья Ф6 нападением на коня и на ферзя. Ферзь Ц1. Ферзь Ф3. И здесь черные сдались. Потому что, ну, неизбежно взятие на Е8. И черные здесь с разгромом проигрывают. Таким образом, Дребек Якубоев принес победу сборной Узбекистана над сборной Германии. И после восьмого тура Узбекистан уже идет в топ-3. И, соответственно, это, конечно, невероятный результат. Мы двигаемся дальше. В девятом туре сборная Узбекистана играла со сборной Армении. И неожиданно победила сборную Армению со счетом 3-1 разгромно. Хотя Армения на тот момент была фаворитом турнира. Шла на первом месте. И это, конечно, фантастический, грандиозный результат. Партия дня на тот момент, когда мы ее комментировали в прямом эфире. Партия, которая принесла победу сборной. Так как Жавахир Синдаров победил первым сам Велатерса Океана. И, на самом деле, партия очень красивая. Потому что в этой позиции долго-долго маневрировали обе стороны. Но в итоге Жавахир посчитал варианты. Решился на ход конь f5. Это сильнейшее продолжение. Очень здорово, что он так сыграл. Очень красиво, блестяще, эффектно. Последовал ход gf принципиально. Еф. Напали на слона. Слон d7 отступил. Конь h5. Мы напали и на слона. И готовим ход f6. С большими неприятностями для черного короля. Поэтому черные сами играют f6. Идут ход b4. Восклицательный знак. Жавахир в тот момент играл просто по первой линии компьютера. И без малейших неточностей. Висит конь. Если сыграть конь a4, то последует слон e5 промежуточный ход. Скажем, d e слон a4. И теперь нельзя забирать слона. Потому что связка висит слон на d7. Скажем, ладья c7 защитились. Перц d2 надавили. Ладья f7 защитились. C5. И здесь позиция выиграна у белых. Белые, скорее всего, здесь легко победят. Поэтому после хода b4 играет конь cd3. Черные отдают долг. Отдают фигуру. Следует слон d3. Слон a4. Напали на ладью. Ладья d2. Слон a6. Напали вновь на ладью. Слон f4. Сильнейшее продолжение. Так и было сыграно. Слон f4. Конь f4. Ладья f7. С идеей, видимо, где-то как-то активизироваться на королевском фланге. С5. Идея с ходом слон c4. Поэтому конь d3. Ладья d3. Слон c6. Пытаются черные создать какую-то свою контр-игру. Ладья d6. Напали на ферзя. Ферзя f8. Конь e6. Ну, при таких фигурах белых было понятно, что, скорее всего, белые без труда побеждают в этой партии. Но сам вилл продолжал сопротивляться. Но сопротивление, как говорится, бесполезно. Ферзя h6. Ладья fd1. Грозит просто ход ладья d8 с победой. Поэтому ладья e8. Король h2. Король отошел от связки и защитил пешку на h3. Ладья fe7. Ладья 1 d4. Теперь просто грозит ход ладья h4 с победой. Король h8. Ладья h4. Ну, и ферзю некуда деваться. Единственное поле для отступления на ферзь c1. Следует ход ферзь d4. Напали на f6. Ладья f7 защитились. На ладья d8. И черные в этой позиции сдались. Потому что делать здесь особо нечего. Что могло бы последовать? Ну, допустим, ферзь f1. Напали на g2. Но тогда ладья e8. Слон e8. Здесь за белых выигрывает практически любой ход. Ну, а на ладья d8 последовал бы ферзь d8. Просто с матом неизбежным. И таким образом, Узбекистан побеждает сборную Армению. Вырывается вперед. И после девятого тура турнирная таблица выглядит следующим образом. Узбекистан идет на первом месте. Но это, конечно, еще ничего не гарантировало. В любом случае нужно было побеждать и дальше. И мы переходим к следующему туру. А именно к самому драматичному туру, наверное, всей Олимпиады. Десятый тур. Сборная Узбекистана играла с молодежной сборной Индии. И, конечно, это было очень эмоционально, очень драматично. Сборная Индия выигрывала сборную Узбекистана. Живахир Синдаров проиграл Прагнананхе. И казалось, что уже все кончено. Узбекистан выпадает из борьбы. Но Надербек Абдусаторов побеждает невероятным образом Гукеша Дамараджу, который в тот момент шел без поражений. Главный феномен турнира. И, конечно, то, как он проявил себя в этой партии, насколько он был силен духом, это, конечно, долго еще не забудется. Итак, давайте посмотрим партию с самого начала. Последовал ход Д4 со стороны Гукеша. Конь Ф6 отвечает Надербек. С4, Е6. То есть, Надербек готов играть и отказанный ферзевый гамбит, и защиту Немцовича при случае. Гукеш отвечает Конь Ф3. Надербек играет Д5. И перед нами отказанный ферзевый гамбит. Конь С3. Вариант трех коней. Здесь избирает ход С4. Надербек Абдусаторов. Перед нами защита Рогозина. Популярное в наше время продолжение за черных. Ферзе 4 отвечает Гукеш. Этот вариант он уже применял на турнире в шестом туре против Габриэля Саркисяна. Следует ход Конь С6. Таким образом, мы закрылись от шаха и защитили слона. Е3. Продолжая развитие. Рокировка. Слон Д2. Белые развязались от связки, потому что где-то даже грозил ход Конь Е4. А5 здесь играет Надербек Абдусаторов. Редкий, но разумный ход, потому что черный готовит маневр Конь С6, Е7. С идеей где-то С6 сыграть, или Слон Д7, или даже С5 возможно. Например, в партии Саркисяна и Гукеша в партии последовало ДЦ. Слон С4. Слон Д6. Теж Ц2. Е5. Подрывая центр. Следует ДЕ. Конь Е5. Слон Е2. Ну и здесь позиция примерно равная за обе стороны с обоюдными шансами. Надербек играет по-другому. Играет А5. И тем самым уже задавая определенные вопросы своему сопернику. Следует А3. Белые хотят прояснить ситуацию со слоном. Следует Слон С3. Слон С3. Конь Е7. С идеей с темпом напасть на ферзя. Поэтому ферзь отступает на С2. И где-то в долгосрочной перспективе белые хотели бы провести ход Е4. Поэтому следует ход Б6. С идеей поставить слона либо на Б7, либо на А6. Следует ход Б3. Укрепляя пешку на С4. Слон А6. Следует со стороны Надербека. То есть он в любой момент готов разменять белопольных слонов. А4. Фиксируя весь ферзевый фланг. Конь Е4. Играет Надербек. Нападая таким образом на слона. Централизуя своего коня. Слон Б2. Не хочет разменов. Гукеш. Конь С6. С идеей попасть конем на Б4. Если конь попадает сюда, то у черных уже просто перевес. Слон А3. Несмотря на то, что белые тратят время. Хотя здесь объективно сильнее, скажем, СД. Слон Ф1. Король Ф1. Ферзь Д5. Ферзь С4. Здесь было равенство. Но у Кукеша было много амбиций. И мы об этом еще поговорим. Слон А3 сыграно. Конь Б4. Конечно, коня никто этого терпеть не будет. Слон Б4. АБ. Слон Д3. И здесь, вроде бы, конь не может пойти на С3. Потому что висит пешка на Х7. И Абдусатора в партии сыграл конь Ф6. Поверил своему противнику. Хотя, на самом деле, после хода конь С3. Это не только возможный ход, но и очень сильный ход. Потому что после хода слон Х7. Король Х8. Слон Д3. Скажем, после хода ДС. БС. Слон Б7. У черных очень сильнейшая инициатива за пожертвованную пешку. Грозит взятие на Ф3. Грозит ход Ферзь Ж5 и С5. И здесь, конечно, большие возможности были бы у черных. Но играет конь Ф6. Отступает. Защищает таким образом пешку на Х7. Следует рокировка С5. Проясняет позицию в центре Нодербек. ДС. БС. И здесь Гукеш делает сильный ход. Е4. И Нодербек надолго задумался в этой позиции. Сильнее всего здесь играет ДС. Слон С4. Слон Б7. И примерное равенство. Но в партии последовало ход ДЕ. Неудачное решение. Пешка С5 становится слабой. А защищенная проходная А скажется уже в Эйншпиле. Следует ход Слон Е4. И здесь, когда мы комментировали это в прямом эфире, были разные продолжения. Например, можно было сыграть Конь Е4, Ферзь Е4. Допустим, Ферзь Е7. Например, Ладья АД1. Слон Б7. Ну, и позиция, конечно, пока что поприятнее у белых. Но, тем не менее, Черный держится. Слон активный работает по большой диагонали. И здесь еще Белым предстояло бы доказать свой перевес. Также можно было сыграть после хода Слон Е4. Например, Ладья Ц8. Скажем, Конь Е5. Ферзь Ц7. С небольшим перевесом у белых. Черны опять-таки здесь держались. Но в парте последовало совсем по-другому. После хода ДЕ. Слон Е4. Недребек сыграл Ладья А7. Ладья Черных стремится где-то на Д7. Но Гукеш препятствует этому маневру. Играет Конь Е5. И идея, в общем-то, здесь уже не срабатывает. Ферзь Д6. Нападая на Коня. Ладья ФЕ1. И теперь нельзя забирать Коня, потому что последует Слон Н7. И теряется Ферзь. Поэтому после хода Ладья ФЕ1 играется Конь Е4. Ферзь Е4. Ладья Д8. Ферзь Ф3. С идеей Ладья АД1 и разменять все тяжелые фигуры. Слон Б7. Здесь невозможный ход, потому что Ферзь Ф7 и черные сдаются. Поэтому Недребек после хода Ферзь Ф3 играет Ферзь Т7. Ладья АД1. Ладья АА8. Здесь приходится Недребеку признать свою ошибку. Позиция черных очень подозрительна. Ладья Д8. Шах. И здесь идея белых в том, что они хотят разменять все тяжелые фигуры, чтобы черным было нечем защищать пешку на Ц5. Следует Ладья Д8. Ладья Д1. Сыграл Недребек Ладья Ц8. Отдал открытую линию. Это тоже был не выход. Наверное, можно было сыграть Ладья Д1. Ферзь Д1. Аж 6. Ну, нельзя было забирать коня, потому что иначе мат в один ход. Например, Конь Д3, Ферзь Д6. Ферзь Д3, Ферзь Д4. Какая-то контр-игра здесь была бы тоже у черных, потому что тоже слабая первая горизонталь у белых. Но после хода Ладья Ц8 сыграно Ферзь Д3. Где-то надавили на связку. Плюс активный Ферзь работает по королевскому флангу. Х5 играет Недребек и Форточка. Ну и пытается создать свою контр-игру. Х3. Ладья Д8. Ладья Д8, Ферзь Д8. В итоге все равно разменяли тяжелые фигуры. Конь Д3. Пешка на Ц5 незащитима. Если сыграть Ферзь Д4, то Ферзь Е3. И, наверное, уже здесь проигрывают черные. Поэтому играет Х4. Провоцирует белых. Пытается создать свою контр-игру. Ферзь Е3. Слон Б7. Пешку Ц уже не спасти, но можно создавать встречные угрозы. И поставил слона на активную диагональ, чтобы, может быть, при случае где-то этим воспользоваться. Белые никуда не торопятся. Играют Ф3. Хотят ограничить белопольного слона черных. Пешка никуда на Ц5 не уйдет в любом случае. После хода Конь Ц5 могло последовать Ферзь Д1. Например, КРЖ2, Ферзь Д6, Шах, Ф4. Белые выигрывают. Но поля Ж2 и Ж3 становятся постоянным источником угроз. Поэтому так сыграно не было. Сперва он предварительно сыграл Ф3. Ферзь Д6. Король Ф1. Е5. Конь Ц5. Ну, уже пора пешку было забрать. На Шах последовало бы, например, КРЖ2. И на Ферзь Т2, Ферзь Е2. И опять-таки, наверное, выигрывал бы здесь уже Гукеш. Слон Ц8 сыграно в партии. Король Е1. Ну и здесь, как говорится, остальное дело техники. Но на практике выиграть выигранную позицию бывает непросто. Потому что оценка компьютера здесь уже была подавляющей. Ну и с человеческой точки зрения понятно, что у белых просто большой перевес. Так как три пешки против одной на ферзьевом фланге. Просто пешки идут ферзи. И непонятно, что здесь делать. Играет на дербек слон Ф5. Опять пешка пошла вперед. Ферзь Ц7. Напали на пешку. А6. Слон Ц8. Конь Д3. Здесь небольшая трансформация перевеса. Белые меняют пешки. Хотят улучшить взаимодействие фигур. После хода слона А6 следует ход ферзь Е5. Ферзь Б6. Конь Ц5. Ну, ферзь хотел попасть куда-то в район поля Ж1. Ферзь А5. И опять-таки здесь просто нет никакой контр-игры сейчас у черных. Потому что и поле А1 под контролем. Король Д1. Ферзь Д8. Шах. Король Ц2. Слон Ц8. Ну, здесь сложно что-то порекомендовать черным. Конь Е4. Первая неточность. Непонятно, почему Гукеш не сыграл конь Д3. Просто нападая на пешку. Черные не могут защитить эту пешку. Не создать контр-игры. Скажем, в случае хода слон Е6 следует конь Б4. Например, ферзь Б6. Конь Д3. Ферзь Ж1. Конь Ф4. Просто победа. У белых все защищено. А пешки сами просто идут вперед. А на ферзь Ф8, защищая пешку, просто следует ход Ц5. И здесь проигрывают черные в любом случае. Но сыграно в партии было конь Е4. Слон Е6. И здесь какое-то затмение нашло на Гукеша. Он сыграл король Б2. И это упускало весь перевес. Выигранную позицию сохранял ход ФД6. Предлагая размен ферзей. Скажем, после хода ФА5. Король Д3. Здесь уже нечего посоветовать черным. Скажем, ФА3. Ферзь Д8. Шах. Король Х7. Ферзь Х4. Просто выигранная позиция. Могли бы, например, белые здесь сыграть и ФЖ5. Скажем, ФД4, например. Ферзь Д2. Ну и важно, что белый Ферзь может попасть на Д8. Опять-таки, побеждают здесь белые в этой партии. Но после хода король Б2. Ферзь А8. И теперь черные получают контргруппу вертикали А. Грозит шах на А3. Конь Ц5 сыграно. Ферзь А3. Шах. Король Б1. И здесь Надербек находит сильнейший ход по компьютеру. Это Ж6. С идеей поставить слона на Ф5. Атаковать белого короля. Здесь не работает ход Конь Е6. Потому что находится ход ФБ3 шах. ФБ2. ФБ1 с вечным шахом. И не хотел идти Гукеш на это продолжение. Он сыграл Король Ц2. Ферзь А2 шах. ФБ2. Слон Ф5 шах. Конь Е4. Вроде бы сейчас защитились белые. Но опять-таки, они допустили контргруппу черных. И проблемы только начинаются. Ферзь А7. Городит ход ФБ2 шах. И белые при этом не могут продвинуть пешку на Ц5. Потому что Конь связан в данный момент. Поэтому Король Д3. Ферзь Ж1. Ферзь С2. Ферзь С5. Не давая провести пешку. Ферзь Д2. Ферзь Ж1. Белым приходится защищать слабые пешки на Ж2 и на Б3. Черный Ферзь очень активен. И объективно здесь белые уже не выигрывают. Король Ц2. Ферзь А1. Король Д3. Ферзь Ж1. Ферзь А2. Ферзь А7. И здесь на самом деле Гукеш мог заметить, что его сокомандник выигрывает. Прагнананха выигрывал Живахира Синдарова. И на самом деле Гукешу было достаточно сделать ничью с Надербеком. И сборная Индия бы вырвалась вперед. Но что-то пошло не так. Гукеш решил играть на победу. Играть до конца. Хотел превзойти всех. Не знаю, потому что он шел без поражений. И видимо хотел просто побеждать всех подряд. Но он решил рискнуть. И это закончилось плохо. Он сыграл Ферзь А3. И таким образом после хода Ферзь А2. Король Д4. Ферзь Ж2. Начинается борьба на 3 результата. Психологический перевес здесь уже принадлежит Надербеку Абдуса Турову. Которая спас проигранную позицию. Ну и теперь весь экшен только начинается. Конь Ж5 висит на Ф7. Где-то при случае. Потому что грозит шах на Е8. Король Ж7. Ферзь Ф7 шахом. Но играет Ф6. Черному королю не страшны шахи. Ферзь Е8 шах. Король Ж7. Ферзь Е7. Король А6. Конь Ф7 шах. Король А5. И здесь черный король спасается. А играть нужно очень точно. Здесь можно было сыграть Ферзь Е3. Допустим нападая на А6. Скажем Ж5. Ферзь Е8. Черным была здесь нужна осторожность. Чтобы сохранить равновесие. Но в партии сыграна король С5. Гукеш ни перед чем не останавливается. Отдает еще одну пешку на Ф3. Ферзь Ф6. Ферзь Е3 шах. Король Б4. Слон Аш3. Черные прикрыли все критические поля вокруг своего короля. И шансы их уже выше. Поскольку слон более активен чем белый конь. Конь Е5. Ферзь Е2 шах. Король Б5. Слон Д7 шах. Король С5. Белым стоило перейти Ферзь Вэншпиль. Скажем. Конь Д7. Ферзь Д7. Король Б6. Аш3. С5. Они вряд ли бы проиграли такую Эншпиль. Но Гукеш все равно продолжает играть на победу. После хода король С5. Следует Ферзь Е3 шах. Король Б4. Слон Ф5. Защитились. Черные от всех угроз. Ферзь Х8 шах. Ферзь Х6. Теперь нельзя забирать Ферзя. Потому что иначе сразу пролетит пешка в Ферзи. Ферзь Д8. Ферзь Ж7. Сделал в партии ход Гукеш. Конь Ф3. Таким образом вроде бы нападая на Ж5. Но после хода Ферзь Б7. Гукеш сдается. Потому что теряется фигура. И проигрывает партию здесь Гукеш. Настоящая драма. Надербек Абдусаторов на волевых качествах просто выиграл. И Гукеш был в этой партии неправ. Он много раз мог сделать ничью. Но тем не менее. Таким образом подвел он свою команду. Ну а Надербек Абдусаторов чудесным образом. Невероятным. Я бы даже сказал спас свою команду. И таким образом Узбекистан оставался лидером после 10 тура. Узбекистан сохранял 17 очков. И конечно в последнем туре тоже нужно было побеждать. Но тем не менее. Тем не менее. Узбекистан шел твердо к своей цели. И последний тур. В последнем туре конечно тоже была не меньшая драма на самом деле. Сборная Узбекистана встречалась сборной Нидерландов. И сборная, которую нельзя ни в коем случае недооценивать. Надербек Абдусаторов с позиции силы свел к ничьей партию с Анишем Гири. Элитным шахматистом из топ-10. Остальные ребята тоже сыграли в ничью. Но главная партия дня, которая в итоге принесла Олимпийское золото Узбекистану. Это партия Жахангира Вахидова. Который так сказать принес победный гол сборной. И эту партию конечно стоит посмотреть тоже от начала и до конца. Итак, на доске Сицилианская защита. Идет в самые принципиальные ветки Жахангир. Ничего не боится. Играет на победу черными. Слон Б5. Вариант Росалима здесь применяют белые. С идеей разменять этого коня. И чтобы у черных появились какие-то номинальные слабости в виде сдвоенных пешек. Играет Ж6. С идеей поставить слона на большую диагональ. Рокировка Слон Ж7. С идеей сыграть Д4. Конь Ф6. Продолжают черные развития. И здесь главный вариант это играть ладей Е1. Скажем, брокировка. Д4. СД. СД. Д5. Подрывая центр. Скажем, Е5. Конь Е4. Конь С3. Конь С3. БЦ. Допустим. Ну и здесь после кода Конь А5 примерно равная игра. Хорошо изученная теория. Но не пошел в это продолжение голландский шахматист. Он сыграл Д4. Белый таким образом жертвует центральную пешку. И, видимо, его идея была в том, что применить редко встречающийся вариант. Удивить своего соперника. Сбить его с подготовки. Но после хода Конь Е4, конечно, белые бы захватили кое-какую инициативу. Скажем, после хода Д5 напали на Коня. Конь Б8 вынужден отступать. Ладей Е1. Конь Ф6. Д6. Е6. Конь Е5. И здесь, конечно, полная компенсация за пешку. И Жахангир, понятное дело, что все здесь понимал. И не пошел в это продолжение. И после хода Д4 сыграл ЦД. Отклонил предложение. Может быть, вспомнил домашний анализ. Последовало Е5. Напали на Коня. Конь Д5. ЦД. Здесь можно было сделать просто рокировку. Скажем, Конь Ц3. Конь Ц3. БЦ. А6. Ну и здесь хорошая позиция у черных. Они уже ничем не рискуют. Просто сыграют где-то Д6. Освободят слона. Разгрузят позицию в центре. Но в партии, в общем-то, он сделал тоже не самый плохой ход. Конь Ц7. Таким образом, напал на слона. Конь Ц3. Защитили. Слона белые. А6. Такая уже новинка. До последнего хотел Жахангир прояснить, что будет делать слон белых. Слон Ц4 рокировка. Слон Ж5. То есть, таким образом, связали пешку сейчас белые. Надавили на Е7. Д6. Теперь белые меняют пешки на Д6. Атакуют пешку на Е7. После хода где-то Д5. Владей Е1 и так далее. Последовало ЕД. Ферзь Д6. Ну и здесь мы уже видим, что перед черными не стоит больших проблем. Потому что все фигуры уже в бою. Все фигуры активны. Грязит ход слон Ж4. Пешка на Д4 изолирована. И представляет объект для атаки. Поэтому белые играют Д5. Конь А5. Нападая на слона. Безопаснее, наверное, было сыграть слон Б3. Конь Б3. Ферзь Б3. Ферзь выгодно расположен на Б3. Пешка Д хорошо защищена. Была примерно игра с обоюдными шансами. Но в партии последовал ход Ферзь А4. Нападая на коня. Конь С4. Ферзь С4. И Б5. С темпом нападая на ферзя. Если здесь сыграть Ферзь Р4. И надавить на пешку Е7. То последует ход Конь Д5. Хладнокровный. Допустим, Конь Д5. Ферзь Д5. Слон Е7. Владя Е8. И у черных перевес. Благодаря паре активных слонов. Очень мощных. Поэтому в партии последовал ход Ферзь Е4. Владя Е8. И здесь дебютная стратегия белых зашла в тупик. Потому что пешка на Д5 намного более уязвима, чем пешка на Е7. Последовал ход Владя АД1. На слон Ф4 последовал бы ход Е5. Например, ДЕ. Ферзь Е6. И здесь долгосрочный перевес у белых. В партии все-таки последовал ход Владя АД1. Слон Ф5. Нападая на Ферзя с темпом. Ферзь Х4. Здесь было возможно сыграть и слон С3. БЦ. Конь Д5. Допустим, С4. БЦ. Ферзь С4. Слон Е6. И у белых просто нет компенсации за пешку. И здесь уже ощутимый перевес у черных. Но в партии играет нидерландский шахматист Ферзь А4. Следует ход Б4. Таким образом, нападая на коня, который защищает пешку на Д5. Конь Е4. Слон Е4. Ферзь Е4. Слон Б2. Выигрывают пешку черные. Здесь материальное равенство сохранял ход слон Ф4. Например, Ферзь С5. Защищая пешку на Б4 и коня на С7. Слон С7. Ферзь С7. Ферзь Б4. И материальное равенство. Но после хода слон Б2 играет нидерландский шахматист ладья ФЕ1. И этот ход не дает белым компенсации. Потому что слон С3. Промежуточный ход. Который не только защищает пешку на Б4. Но и нарушает координацию белых фигур. Вынужден играть ладья Е3. На слон Е7. Допустим, последовал бы ход. Слон Е1. Забрали ладью. Мы не боимся взятия Ферзя. Потому что сами заберем Ферзя. И после хода слон С7. Слон С3. Д6. Черные успевают поймать пешку. Скажем, Д7. Слон Д8. И здесь материальный перевяз у черных. И черные побеждают. Поэтому сыграно ладья Е3. Ф6. На слон А6. Последовал бы сильный ход Е6. Пользуясь слабостью. Первый горизонтально. И связкой. А на слон Ф4. Последовал бы сильный ход Е5. И таким образом. Здесь просто непонятно, что делать белым. Белые бы быстро проиграли. Поэтому играет Ферзя Ф4. Таким образом. Его идея была в том, чтобы где-то создать контр-игру. На королевском фланге. Ну и даже это на самом деле не помогало белым. Жахангир сыграл более скромно. Он сыграл конь Д5. Ладья Е3. Напали белые на коня. Таким образом. Е6. У белых нет ни пешек. Ни компенсации. Но на Олимпиаде мы уже не раз видели спасение и победу в проигранных позициях. Достаточно вспомнить партию Надербека и Гукеша. Поэтому белые продолжают играть. Следует слон Ф6. Слон Ф6. Ферзя Ф6. И здесь Вахидов делает очень такой экстравагантный эффектный ход. Ферзя Х2. Жертвуя Ферзя. Забирая пешку. Таким образом после разменов у черных две лишние пешки. Ну и просто позиция переходит в техническое русло. Ладья Д6. Белые пытаются активизировать свои фигуры. Конь Е4. Ладья Б6. Конь Ф2. Ну на самом деле было важнее сохранить пешечный перевес на Ферзевом фланге. Все-таки нужно было пешки не отдавать. Скажем А5. Ладья Д4. Конь С3. Ладья Д7. Ладья Е8. Ну и черные постепенно отражают угрозу противника по седьмой горизонтали. Но сыграно было Конь Ф2. Ладья Д7. В армир Даму пускает возможность увеличить свои шансы на ничью. Наверное стоило сыграть Ладья Д2 напасть на коня. Конь Ж4. Король Х3. Конь Ф6. Ладья Б4. И черным намного сложнее здесь побеждать. Потому что все-таки уже перевес не такой ощутимый. Ладья Д7 играет. Конь Ж4. Король Х3. Конь Ф6. Ладья ДД6. Напал на пешку. Д6 и А6. А5. Конь Ж5. Ладья Д8. Самый техничный ход. Размен Ладья уменьшает атакующие шансы белых. Следует Ладья Д8. Ладья Д8. Ладья Е6. Ладья Д3 шах. Но если король Х2, то просто мат прилетит. Конь Ж4 шах. Король Ж1. Ладья Д1. Ладья Е1. Ладья Е1. Просто мат. Поэтому в партии сыграно Ж3. Конь Х5. Напали на пешку. Король Х4. Конь Ж7. Ну было проще просто сыграть Ладья Ж3. Например, Ладья А6. Ладья А3. Ладья А8 шах. Король Ж7. Ладья А7. Король Ф6. Король Х7. Король Е5. Ну и просто пешка А выигрывается. А пешки идут вперед. Но в партии сыграно было Конь Ж7. Ладья А6. Напали на пешку. Конь Ф5 шах. Король Ж4. ладья g3 шах, король f4, ладья e3, это был последний ход перед контрольным, ладья a5, ладья e7, план черных конечно понятен, начать движение пешек королевского фланга уже теперь и просто провести их ферзи, но это было не так просто, ладья b5, h6, прогоняем коня, ладья b8 шах, король g7, ну и здесь постепенно Вахидов начинает реализовывать перевес, конь f3, конь e3, теперь нельзя забирать пешку на b5, потому что он грозит вилка, поэтому король g3, ладья e4, ладья b7 шах, король f6, ладья b6 шах, король f7, пока кое-какие шахи следуют, но все равно, несмотря на это, белым здесь конечно не спастись, конь f5 шах, король f3, ладья c4, пока что кое-какие маневрирования, конь d2 напали на ладью, ладья d4, конь e4, g5, постепенно пешки начинают свое движение, конь c5, была наверное уже роковая ошибка для белых, ну наверное после хода коня f6, король d8 здесь тоже черные постепенно выигрывают, но после хода конь c5 победа намного-намного проще становится, g4 шах, король e2, g3, просто пешка идет вперед, ее невозможно остановить, король f3, ладья c4, напали на коня, конь e6, ладья c3 шах, король f4, g2, ну и на этом партия фактически заканчивается, конь g7 шах, последняя надежда на то, чтобы разменяться, ну и как-то попытаться остановить пешку, но все равно у черных лишние пешки, король d8, просто играет спокойно жахангир, ладья b8 шах, король d7, ну и здесь стильное завершение, черная пешка становится ферзем, а Узбекистан после этой победы становится олимпийским чемпионом. Такой получился драматичный турнир, в любом случае успех не был случайен, я это уже много раз говорил, и прошли всю дистанцию без поражений сборной Узбекистана, и это конечно фантастический колоссальный результат. Ну и конечная таблица после 11 тура Узбекистана и Армении по 19 очков, но самые высокие показатели дополнительные это именно у сборной Узбекистана, и колоссальный успех, который даст большой толчок на будущее. У меня на этом все, спасибо за внимание и до новых встреч!